Всем привет, вы на канале CryptoCommons. Цена биткоина у нас в настоящий момент чуть ниже 23 тысяч долларов, добиралась уже до 24 тысяч. Все супер-супер excited, новости все трубят про то, что биток переписывает all-time high. И лично я заметил резкую смену сантимента, вот буквально 2 дня назад, смену настроения и толпы, потому что все те, кто кричали по 14, по 15, что надо продавать, что не надо покупать, надо шортить, те же все люди сейчас кричат, что все, биток уже никогда не откатит, чуть ли не по 22 они покупают, и по 21 лонг. И меня, вы знаете, если честно, это настораживает немножко. Я не говорю, конечно, что мы не полетим дальше на Луну и так далее, долгосрочные цели, понятно, у нас с вами очень высоки, но давайте попробуем остудить голову немного и разобраться все-таки в том, что нас ждет, что происходит и что может произойти. Для этого немножечко отмотаем назад, посмотрим предыдущую историю. Вот эту всю прямую линию, которую у нас не видно. Как на обложке этого видео я сделал, что мы вот здесь. Так сейчас и есть по сути, то есть долгосрочных целей в 100, в 200, в 300 тысяч долларов никто не отменяет. Но мы должны понимать, что мы растем всегда коррекциями. Посмотрите, вот здесь, в прошлый раз, когда мы переписали All-Time High, у нас было две коррекции до дневной сетки AMI Ribbon. Даже чуть ниже мы ее отпускались, причем достаточно сильно ниже, если посмотреть здесь. Но после этого буквально сразу, за несколько месяцев, мы выросли еще вдвое, даже втрое на самом деле. Обратите внимание, что All-Time High у нас был предыдущий 1200 долларов. Вот, и когда мы его переписали, мы буквально сразу, без откатов, пошли на 3000 долларов. Что являлось, конечно же, непосредственным шорт-сквизом и каскадом ликвидации шортистов. И, естественно, это было топливом для роста. Понятно, что здесь скупали крупные инвесторы по рынку, но также и ликвидировало шортистов тоже по рынку, поэтому мы так сильно росли. И дальше, если обратить внимание, мы тоже после достаточно сильной коррекции, конечно же, почти на 40%. Мы улетели еще выше, уже на 4000, на 5000 и потом на 20% с такими же коррекциями. Но это вы все знаете. Итак, ну смотрите, я о чем? Что, таким образом, сейчас у нас есть некий конфликт информации с вами. То есть, с одной стороны, все, мы в булране и должны безоткатно расти. Но, с другой стороны, в краткосроке мы с вами достаточно высоко выстрелили, и в краткосроке такие пампы, как правило, ничем хорошим не заканчиваются. То есть, мы как минимум пойдем на ретест кользящих средних, мувингов, в какой-то момент, которые у нас сейчас находятся вот на дневке, на уровнях, ну, 19-18 тысяч долларов. Но они тоже постоянно растут и подтягиваются за ценой. То есть, как минимум на 4-х часах они у нас находятся с вами сейчас, на 20 тысяч, на 21 500, то есть, как минимум туда сейчас мы можем Барта нарисовать. Но можем и не нарисовать, понимаете, в чем дело. Можем улететь и на 30, и там еще больше хомяков засадить. Вот о чем речь. Тем более, что сейчас реально институционалы заходят, и деньги печатают, как сумасшедшие, фиатные. Поэтому, на самом деле, не биток дорожает, это доллар дешевеет. Если мы посмотрим с вами на индекс доллара, то у нас здесь вот 4-х часовой RSI, очень перепроданный, и в какой-то момент все-таки будет отскок по доллару, определенно. Это не значит, что он точно будет прямо сейчас. Он может быть и через несколько дней, и через несколько месяцев. То есть, да, вещи могут быть гораздо более медвежьими и гораздо более бычьими, чем многие ожидают. Но, тем не менее, индекс доллара сейчас находится на рекордно низких значениях. Соответственно, в какой-то момент отскок неизбежен, и он, скажем так, все более-более вероятен становится. Соответственно, для активов, для акций, для крипты, для всего это будет не очень хорошо. С другой стороны, крипта, такой рынок вообще достаточно отвязный от всего. То есть, крипте, скорее всего, не индекс доллара, нужно смотреть, а Invert Scale, просто вот перевернутый график биткоина. Вот это тот же самый индекс доллара к крипте для нас. То есть, это цена доллара в биткоинах, грубо говоря. Вот она у нас падает и падает. Но тоже, естественно, будет коррекция на крипторынке, естественно, будет отскок по доллару. Поэтому, смотрите, как лучше поступать. Если вы инвестор, и у вас долгосрочные цели в 100, в 200, в 300 тысяч долларов, то сидите спокойно и держите. Тем более, если вы в хорошем плюсе уже. Сейчас ведь мы с вами находимся в зоне, в которой каждый, кто когда-либо купил биткоин, находится в плюсе. Даже те, кто купили его по 20 тысяч. Возможно, что мы ненадолго выйдем из этой зоны все-таки и ретестируем все-таки уровни поддержки наши. Вот, если вы консервативный инвестор, вы можете часть сейчас продать небольшую, если вам нужен именно кэш зафикситься и потом перезайти. Но, опять же, это достаточно глупо. Это делать на переписывание all-time high. Вот у нас месячный график. Ультимативная поддержка у нас месячная. 8-10 тысяч долларов. Но туда очень вряд ли нас свозят. Это будет означать очередной медвежий рынок, что сейчас очень крайне маловероятно. Вот недельная поддержка у нас сейчас находится в районе 11500. 14500. Вот это как бы более вероятный сценарий, на мой взгляд, для такой полноценной, хорошей коррекции, если она случится прямо от текущих значений. Что тоже не факт. Потому что если мы сейчас улетим еще выше, заброс куда-нибудь сюда сделаем, да, там на 28 или я не знаю куда, то сетка тоже подтянется, понимаете. И уже эти мувинги будут на уровне 18 тысяч, а то и 20. Поэтому если вы трейдер, то тогда сейчас мы с вами поговорим. Смотрите, что надо делать. Я бы как делал, ну и как я делаю вернее. У вас должен быть ваш ходл-портфель, ваша ходл-позиция, которую вы не трогаете, да. То есть у вас цели по ней. Вот, я не знаю, какие там у вас цели. 50 тысяч долларов, 70, 150 и так далее. Хоть миллион долларов вы все цели сами ставите и на них частями продаетесь. Да, если вы более консервативный, вы можете поставить цели 30, 40, 50 тысяч долларов. Это уже ваше дело. Это ваш ходл-портфель. А то, что вы трейдите, это ваш трейд-портфель. Даже если у вас небольшое количество средств в крипте и вы все храните на биржах, я знаю, что такие тоже есть. В таком случае вы просто стараетесь хранить в BTC или в эфире, потому что они растут сейчас. Просто когда вы не трейдите, вы просто, грубо говоря, один к одному держите. А когда вы трейдите, вы можете брать уже плечом, докупать еще на просадках. Но я говорил в прошлом видео, кто смотрел его, вот это Bitcoin 21K, приготовьтесь к волатильности X10. Я там говорил о том, что с каждым новым циклом нужно масштабироваться к новой волатильности, потому что те свечи, которые раньше были в одну тысячу долларов большие, теперь это будут свечи в 10 тысяч долларов. Вот такие. Надо понимать это. И быть к этому готовыми. Поэтому хочу вот что сказать. Если вы хотите торговать этой волатильностью, то обязательно заведите себе аккаунт на бирже Femex. Femex – это замечательная биржа, у которой нулевые комиссии на спот трейдинг и также кучу бонусов и ништяков на контракт трейдинг, на фьючерсы. Здесь вы можете торговать вот этим достаточно большим количеством монет и также золотом, что делает биржу уникальной. Также здесь есть даже Wi-Fi, Uniswap, всякие DeFi монетки, Polkadot, ну и классические арты типа эфиры, XRP, линка, лайткоина, тезиса, карданы, биткоин кэша и так далее. Также у биржи есть уникальные функции – это саб-аккаунты, то есть вы можете в одном своем аккаунте создать несколько и в одном, допустим, держать лонг, в другом шортить, хеджироваться. Использовать функцию Bracket Orders – тоже очень прикольная тема. Это, по сути, тоже лонго-шорт на одном графике, то есть вы можете как маркетмейкер работать. В общем, биржа офигенная. И самая крутая тема, что у них сейчас промо-акция. Буквально еще неделю или полторы осталось, чтобы получить дополнительные бешеные бонусы на депозиты. Вот в закрепленном комментарии или в описании видео вы найдете ссылку на биржу и также возможность получить бонусы до 680 долларов на свой счет. То есть вот, если за депозит 0.2 BTC вы получите 100 долларов, плюс 80 долларов из отдела наград можете получить. За 0.5 BTC вы получите 400 долларов бонуса. Ну и так далее. Здесь вот все написано. Плюс еженедельные розыгрыши в чате. Там можно, угадывая курс или просто активно общаясь, получать тоже дополнительные торговые бонусы на свой счет. Вот, биржа замечательная. Сам на ней торгую. Вот недавно только прикрыл Long Litecoin, о котором говорил в предыдущих видосах. Но думаю перезайти где-нибудь пониже, если дадут. А теперь продолжим по поводу спекуляций. Уже с конкретными марджин трейдерами я сейчас разговариваю. Потому что с инвесторами, еще раз говорю, все понятно. Держите в холодильнике свои монеты и вообще не парьтесь о том, куда идет курс. Просто будьте готовы к тому, что он может иногда в день на 40% упасть. Но вас это не должно пугать, потому что он потом растет на 400. А вот короткосрочные трейдеры, смотрите какая ситуация, ребят. Я все понимаю сейчас, да. Но если вы не зашли еще в лонге уже по 14, там по 10 или даже по 18, то на мой взгляд, если мы говорим о трейдах с большими плечами на фьючерсах, то на мой взгляд даже по 20 заходить опасно. Хотя я читаю в чатах, многие говорят 21 500, там 22, потолок. Я на самом деле так не считаю. Я вчера даже пошортил немножко, поскальпил. Закрыл хороший плюс. И пока просто выжидаю, смотрю. И на самом деле сейчас более интересно, на мой взгляд, это альткоины, которые очень сильно просели. То есть с тех пор, вот как я говорил в предыдущих видео, если вы меня смотрите, они еще большие скидки дали. При том, что доминацию мы видим вроде как идет наверх. Надо обязательно за этим следить. Если доминация будет продолжать идти наверх, то возможно еще позже и еще лучше нам дадут зайти в альткоины. Но в целом в какой-то момент она все-таки упрется в сопротивление и сделает вот так. И вот в этот момент мы должны с вами сидеть в альткоинах. Она может, кстати, и сейчас отвергнуться и полететь вниз. Поэтому надо смотреть и держать руку на пульсе. Потом опять же альткоины. К чему торговать? То есть вот сейчас все пампило на днях, да? Биток. Я в прошлом видео делал, биток был 21 000, сейчас уже 24 000 был. Все пампило, все росло просто по дичи. И альты тоже росли. Но альты-то росли медленнее. Получается, что к битку альты падали. И в это кому-то, наверное, сложно поверить, кто торгует только к доллару. Но у меня была просадка. Вот в момент этого роста у меня была достаточно жесткая просадка. И мне пришлось даже скинуть часть альтов в минус. Просто как бы снизить риски. Потому что, ну, допустим, биток вырос там на 30%, да? А альткоин ваш какой-нибудь на 15 или 20%. Соответственно, он к битку упал там на 10%. И все. А это если вы в плече торгуете, то это для вас уже более существенно даже. И вот сегодня говорил с товарищем как раз, у него эфир. И он спрашивает, что делать, покупать ли лайткоин. В прошлом видео тоже я делал обзор по лайткоину. Кто не видел, посмотрите на канале. И я ему сказал, что да, чисто спекулятивно. На самом деле хорошая тема сейчас покупать лайткоин на эфир и также покупать даш. Я тоже так делаю. Я разменял часть эфиров на лайткоины и даши. Потому что, смотрите, к доллару сейчас посмотрим. Лайткоин к доллару. Вот он только-только попер, только развернулся из глобального нисходящего тренда. Все, мы видим здесь слабость медведей. Вот в этой зоне. И видим, что лайткоин пошел переписывать вот этот вот предыдущий хай в 135 баксов. И в принципе, следующее сопротивление-то у него, ну может быть, вот здесь еще на уровне 181, там 200 с чем-то. Но в целом там уже не особо сопротивление. Там уже и торгов-то особо не было. Если мы посмотрим вертикальные объемы, то тут все торги по лайткоину были вот здесь внизу основные. А здесь просто белые облака, как и у биткоина и у эфира. И эфир уже пошел туда выбивать эти хайи и коллтайм хайу движется уверенно. Поэтому по лайтку то же самое. Смотрите, ведь когда биток был даже дешевле, чем сейчас, лайток стоил 350 баксов. И это было еще до халвинга, который у него был раньше, чем у битка. Короче говоря, лайток реально идет на 300 баксов и выше. Это уже практически точная информация, тем более лайток это не совсем щиток. Это все-таки, ну как евро, грубо говоря, если биткоин это доллар. Но я бы даже не так говорил, я бы даже сказал, что биткоин это все-таки золото в криптомире. Потому что его все только накапливать хотят, а никто не хочет тратить. Из-за дорогих комиссий, тормознутости транзакций, ну и просто из-за того, что это биток. Поэтому лайток, дэш это как раз те стопудовые фишки, которые с нами уже больше 5 лет, которые не соскамились и которые будут использоваться как раз в роли Lightning Network, грубо говоря, чтобы платить за кофе там, для микропейментов, для непосредственной цифровой экономики. Потому что биток все-таки все будут держать и накапливать. А лайткоинами рассчитываться между собой. Но дэш еще интереснее, посмотрите, потому что он рисует ту же самую картину, что и по лайтку, только он еще даже не начал делать вот так. Вот он только-только начал. И фишка-то в том, что у дэш all-time high был выше, чем по лайткоину в 5 раз. И выше, чем у эфира. Дэш all-time high был 1600 баксов. Понимаете? А предыдущее сопротивление, вот у него, 192. И следующее сопротивление у него, это вот на самом деле 560 уже. И дэш и монет меньше. Лайткоинов в 5 раз больше, чем биткоинов. Дэш в 2 раза меньше, чем биткоинов. То есть их пампить легче. Это более редкий актив, более коллекционный. Короче, дэш надо брать. И мое мнение такое, что надо брать сейчас, грубо говоря, продавать эфир, если он у вас есть. Если вы спекулянт. И покупать дэш, и покупать лайт. Но у лайта, на мой взгляд, потенциал роста не такой большой, как у дэша. Лайт, если сделает 3х, я буду уже распродаваться, наверное. А дэш я буду реально ждать, пока догонит и перегонит эфир. Это мое мнение. Напишите в комментариях, согласны вы, не согласны. По дэшу офигенный фундаментал. Не знаю, видели вы, не видели вот этот твит. Но уже во многих странах мира происходят вот такие вот штуки. Они принимают дэш к оплате в магазинах. Вот чувак на кассе отправляет 0015 дэша через эксодус за 5 секунд буквально по QR-коду на кассе. С комиссией там, я не знаю, 00001 дэш, скорее всего. И вот, вуаля, песочные часики. И все, транзакция подтверждена. Вот вылазит чек, чувак ему отдает чек. Сбирает товар. То есть вот это масса adoption. Понимаете? Реальный. То есть у дэш реально есть use case. Вот и все, ребята. Поэтому ничего нового, наверное, я вам не сказал, если вы меня постоянно смотрите и читаете. Но мысли все такие же. А так да, на самом деле, по эфиру тоже он, на самом деле, понимаете, он вроде как, он может сейчас без откат нафигачить и на 800. Потом с небольшой коррекцией и дальше пойти выбивать хаи. Может он так сделать. И в принципе этого от него все и ждут. Но, я еще раз повторюсь, настораживает то, что people, который вот здесь продавал, начинает вот здесь покупать. Может быть, может быть им дадут заработать. Если bullrun будет такой же, как он обычно бывает. Корее всего им дадут заработать. И они ничему не научатся. Они будут продолжать покупать и вот здесь. Они будут продавать сразу в небольшую прибыль. А потом покупать на новых хаях. Ну, будем надеяться, что это так. Поэтому, еще раз, если вы хеджируетесь и шортите, не надо продавать все в тезер и сидеть и ждать более низких цен. То, что я говорил про то, что биток сходит там к сетке MA Ribbon на 16 или ниже, это я не говорю, что точно произойдет. Это я говорю, что нужно этой возможности держать в голове этот вариант и быть осторожными, быть подготовленными к тому, что мы можем увидеть вот такую коррекцию и потом пойти наверх. Но если мы ее не увидим, мы не должны с вами сидеть в тезере и потом откупать по 30 тысяч, потому что оттуда точно начнется коррекция. То есть тупые сейчас все продали, ждут отката, в итоге они вот здесь начнут в фомов подать, покупать, потом их прокатит вниз, они выйдут, потом опять без них улетит. Вот что. Поэтому, если мы хотим заработать с вами на этом, нам надо действовать против толпы. Так что сейчас такая, скажем, No Trade Zone, то есть плечи лучше сбросить, в ланги входить по текущим точно не надо, шортить только со стопом и на часть депа. То есть, грубо говоря, если вы хотите шортить со стопами, то вы шортите на пятую часть, допустим, или на десятую часть от вашего депа. Таким образом, если у вас доходит до стопа, вот вы, допустим, тут зашортили, а тут у вас стоп. Окей, дошло до вашего стопа, вы потеряли там сколько, 5%, не знаю, условно, на трейде. Но у вас это компенсировалось тем, что другая часть портфеля у вас выросла, и вы заработали больше, чем эти 5%, которые потеряли. Поэтому ни в коем случае, ни в коем случае не торгуйте all-in, не продавайте все, не покупайте на все. Держите большую часть входа до новых максимумов, как минимум, как минимум 5-10 иксов отсюда, потому что мы на зарождении с вами нового булрана. Вот, приглядывайте за индексом доллара, но тоже так не сильно, потому что он будет походу скамиться. Он может показать вам на краткосрочный отскок и на краткосрочный дамп крипты. Но в целом, крипту, мне кажется, сейчас вообще отвяжут от всех рынков, и возможно, что это и есть план глобальной перезагрузки, или как ее там, новая эта тема. Это крипта. Они туда и весь госдолг могут списать, и все триллионы баксов, так что держите спокойно, и все будет нормально. Вот, понимаю, что, еще раз, не у всех есть возможность держать 90% в битке, в холодильнике, просто тупо потому, что не так много средств, как в некоторых. В таком случае вы можете держать хотя бы на биржах, я еще раз вам говорю, в крипте. Но как только вы зарабатываете какой-то профит, старайтесь его выводить и держать на долгосрок. Ну вот, на сегодня, наверное, все. Напоминаю еще, что также идет новогодний батл на бирже Bybit. Еще 4,5 дня он будет длиться. Почти 8000 участников, почти 15 битков уже призовой фонд. Регистрация открыта практически до конца турнира. Минимальный взнос 0.01 BTC. Но тут, конечно, ребята жгут, вон, по 4000%, по 3000%. Так что, как до китайской стены еще до туда. Но я вот вчера пошортил немножко, буквально 2 скальпа, 20%. Тоже можете попробовать свои силы, может у вас получится неплохие призы срубить. И на бирже DUDEX нулевые комиссии на торговлю Chainlink USDT. На днях они обещают добавить XRP USDT, тоже с абсолютно нулевыми комиссиями. Это делает эту биржу уникальной. Обязательно попробуйте, ссылка в описании. И также депозитные требования для дополнительных бонусов. Вот, если вы хотите покупать Dash и всякие низколиквидные альткоины, то вам на Binance. Ссылка тоже у меня в описании, если вдруг вы не зареганы еще на этой бирже. На Polonix также есть интересные альткоины, которых нет тоже нигде. В общем, ссылки на все биржи найдете в описании. И также кто-то спрашивал про то, как покупать с карты и выводить крипту. Вот, опять же, в описании вы найдете лучший обменник для покупки и вывода FastChange. Опять же, используйте партнерскую ссылку, чтобы поддержать канал. Это лучший обменник, которым я пользуюсь сам постоянно уже 5 лет. И там, как правило, лучший курс, даже лучше, чем на Binance, когда вы покупаете с карточек. Вот, такие вот сегодня новости и дела. Спасибо, что подписываетесь на канал, ставите лайки, пишите комментарии, добавляйтесь в Telegram. И кто еще вдруг не видел Андреаса Антонополоса, пламенную речь по крипте, которую я перевел, обязательно go смотреть, сейчас она появится у вас сверху. Это одна из лучших речей вообще, которую я слышал по крипте когда-либо, поэтому для вас ее и перевел. Ну и вот, будьте осторожны, держите голову в холоде. Сейчас, конечно, такое время, что все прям супер эксайтед. Но надо, надо как-то это, не растерять все на большем рынке. Так что вот, давайте профитов всем, до скорой связи и пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok